Я действительно надеюсь, что вам понравится это видео, потому что я потратил ровно 10 часов на его создание. Это Дракон Края. А, стоп, это не Дракон Края. Это Дракон Края, и сегодня во второй серии я собираюсь его замочить. Да, во второй серии. Мне кажется, это уже повод поставить лайк и подписаться на канал. В общем, приятного просмотра. Добро пожаловать на новое выживание Майнкрафт на версии 1.16.4, хардкор с модами. Сборка максимально нацелена на то, чтобы прокачать ванильный Майнкрафт. Куча новой многофункциональной брони, оружия и инструментов. Хардкорные мобы, новая механика, внутриигровой сюжет. И самое главное, нереально офигительная атмосфера. Прежде чем я отправлюсь сейчас в Нижний мир, буду добывать жемчуги Эндера, потом блейзовские палочки, потом крафтить ОК Эндера и, короче, убивать Дракона, я бы сначала хотел обсудить несколько вещей. Во-первых, вы мне в комментариях написали подсказки по поводу старинного атласа. Это та самая типа карта, которой здесь нету. То есть, как вы видите, в правом, левом, верхнем углу у меня нигде нету миникарты. И единственный вариант, который я могу использовать, это вот такая штука. Вы мне сказали, что если я этот старинный атлас перемещу в хот-бар, то у меня где-то должна появиться миникарта. Ну, как вы видите, сейчас она у меня и во второй руке, и в обычном хот-баре, и нигде миникарта не появляется. Ну, единственное, какую фишку я обнаружил, что если я голову опущу вниз, видна миникарта прямо как на обычной карте из Майнкрафта. Это прикольно выглядит, там даже немножечко прозрачность у нее уменьшена. Хотя, не знаю, зачем это надо было делать, наоборот, так неудобно. Ну, в общем, ладно, все равно штука полезная. Я в любом случае эти все координаты заскриншочу, чтобы не потерять свой дом. Слон. Что-то там со слоном не так. На. Походу, Грибов обожрался. А, все, нормально. Так, давайте прежде всего я посплю, потому что ночь наступила. Также я спрашиваю по поводу текстурок, поменять ли мне эти текстуры, вернуть ли обратные стандартные. И, блин, мнения так разделились, что где-то 50% хотят, чтобы я оставил эти текстуры и шейдеры. А 50% хотят, чтобы я вернул ванильные текстуры. Ну, как по мне, мне кажется, что очень прикольные текстурки. И с этими шейдерами прям реально Майнкрафт преобразился. Я не знаю, народ. Наверное, надо устроить где-то голосование. А давайте реально проголосуем. В описании вы можете найти ссылку на опрос. У себя на странице ВКонтакте я его составил. И посмотрим, хотите ли вы, чтобы я оставил эти текстуры или вернул стандартные. Ладно, все, давайте мейджи болтовни. Наконец-то приступим к делу. Мне еще дракона сегодня надо убивать. А еще я вспомнил, что Нижний мир, блин, он же преображен и стал более хардкорный. Я даже не представляю, что я там сейчас встречу. А также мне очень бы не помешал бы лук. Но ниток... А, нитки у меня есть. Вообще супер. А вот стрел у меня... А, нифига нету. Ну, зато у меня есть 12 кремней. И, в принципе, у меня есть грави целых 4 штуки. Из него я могу, кстати, кремень скрафтить? Или придется его ломать лопатой? Да, скорее всего, придется ломать лопатой. Я сейчас... О, стоп, я могу выторговать кремень у жителя. Мне нужен... Да, точно, мне нужен лучник. Но и также изумруды. Изумрудов у меня только 4 штуки. Не, мне кажется, будет легче скрафтить. А, так у меня перьев нету, еная. И вы посмотрите, что делает этот говнюк. Он топчет мои... О, вот гад. Ядрить. Ты мои арбузы потоптал. Может, он специально это делает? Я что-то не понимаю. Э, слон, ты вообще офигел? Ну-ка, будет он меня бить? Давайте попробуем. Бьет? Нет. Да вроде не бьет. Все, убиваем. Нафиг. Еще не выпало нифига. Фу, нафиг он вообще нужен? Для красоты, наверное. И раз уж я все-таки заспавнился в деревне, то я сейчас вспомнил, что легким способом мы можем добыть эмиральды. Сейчас я покажу, каким образом. Сначала я скрафчу такой блок, как стол лучника. Далее давайте найдем поблизости какого-то жителя. Ну-ка, вот здесь уже спрятался. А, нет, у него уже есть профессия. Он нам не подходит. Нужен какой-нибудь безработный житель. Но только не вот такой вот мелкий. О, у них еще имена какие-то есть. Эй, стой. Сантия. Сантия, эй. Рун, фукин, рун. Блин, они так слышно вбегают. Смотри. Во, здорово. А, блин, ну этого тоже нет. Да дайте мне безработного жителя. Алло, ну хоть одного. Короче, нифига я безработного жителя не нашел. Я возьму вот этого фермера. И я так понимаю, если я компостницу вот эту разрушу, то да, он потеряет профессию. Так, стой. Да не уходи ты. А, он идет, наверное, какой-то. Блин, он к другому блоку идет, чтобы получить профессию. Да подожди ты, нет. Стой, что здесь? Здесь нет ничего. Ай, блин, он к точилу подошел. Ну-ка, вот, на, на. Да стол лучника возьми, дебил. Теперь он к плавильной печке подошел. Вот, я ставлю стол лучника, ломаю печку. Черт, она, блин, исчезла. Все, наконец-то он стал лучником. И у него, смотрите, какой трейд появился. За 32 палки я могу купить один изумруд. А также за один изумруд 16 стрел. Это как раз-таки то, что мне и нужно. Ну, а поскольку на сборке есть мод на всякие прикольные инструменты, оружие и броню из эмиральдов, то я бы хотел скрафтить вот такой вот рубиновый топор. Рубины делаются из эмиральда и редстоуна. Тем более, у меня уже 4 изумруда имеется. Ну, а теперь можно заняться добычей дерева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, папаша! Вот и все, я понафармил у него достаточно большое количество изумрудов. Конечно, я не могу больше с ним трейдиться с помощью палок, но что мне мешает поставить стол лучника рядом с другим безработным жителем и также начать с ним торговаться. Ну ладно, мне больше изумрудов не надо. Теперь я могу покупить у него стрел. Стака 2, я думаю, хватит. Кстати, как вы заметили, я скрафтил очень интересный топорик. С помощью него я могу очень легко рубить деревья. Он работает как с трекопитейтером. Бамс, рублю один блок и ломается все дерево. Бамс, и все выпадает. Вообще классно, удобно. Но я уже успел заметить с ним очень интересный баг. Допустим, смотрите, как можно моментально сломать дерево. Если стоит какая-нибудь трава или любой блок, который можно сломать моментально, я могу просто вот так зажать кнопку мышки. Бамс, и... А, стоп, не сработало. Ну-ка еще раз. Бамс, да. Во, видите, все, моментально дерево ломается и все выпадает. Еще у меня есть прекрасная возможность прокачать обычный лук из Майнкрафта. Для этого мне потребуется стол кузницы. Раньше с помощью него можно было создавать только незеритовые вещи. Но теперь я могу, допустим, прокачать лук до изумрудного. Я так понимаю, что он будет круче, быстрее. Нет, скорее всего быстрее не будет. Наверное, больше урона будет наносить. Но в любом случае, хуже точно не станет. Ну а я, в принципе, уже готов отправляться в Нижний мир. И, кстати, можно попробовать достроить вот этот разрушенный портал, чтобы мне не спускаться в шахту и не добывать обсидиан. Ну-ка, что здесь не хватает? А, все, обсидиана вполне должно здесь хватить. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Текст, ну все, портал в ад готов. Также я скрафтил золотые ботинки, чтобы меня не трогали пиглины. И можно, в принципе, идти. А, еще у меня тут гоблин заспавнился. Ну все, погнали. И где же я появился? Блин, спавн, конечно, у меня какой-то говняный получился. Нигде крепость я поблизости не вижу. Хотя там, смотрите, какая-то структура есть. Только она размывается, ничего не понятного. По-моему, какая-то новая. Потому что на бастион это не похоже. Да, действительно. А, стоп, что? Пиг босс заспавнился? Ядрить, что за босс? Алло, не хватало мне боссов? Вы что, я дракона края, хочу убивать. Не нужны мне боссы. Так, вон, давайте я заскриншочу координаты этого портала. И теперь мне нужно как-то отсюда выбраться нафиг. Блин, вы прикиньте, как называется? Скиф скинили и ядрить. Я тут не в ад попала в какие-то средиземные поля. Блин, только я не понимаю, это баг ли этого мода визуального? Или так и задумано? Но зачем вообще так сильно расплывается? Я ничего не понимаю. Это вот из-за этих столбов, типа, они на переднем плане. И они выглядят четко. А что там сзади, вообще нифига не понятно. Выглядит с одной стороны прикольно, но с другой стороны очень-очень неудобно. Кстати, на сборке есть прекрасная возможность. Я могу сам по себе вот так вот ползать и проползать в один блок. И что-то у меня с луком какая-то жесть творится, когда я это делаю. Опа-на, ну-ка, вот я дошел до первой какой-то структуры. Да, действительно, в ванильном мане такого нету. О, мне дали какую-то ачивку. Enter and Nether Ruins. А, это типа руины в нижнем мире. Это у нас не золотые блоки, а обычный золоченый чернит. Стоп. А, он выглядит вообще по-другому. Нифига. А, стоп. Что? Как-то странно, да. Что-то баганные текстуры. Это Nether кварцевая руда из Майнкрафта. Никаких здесь сложных мобов пока что я не наблюдаю. Это очень даже хорошо. Умирать я не готов. О, и здесь есть сундуки. Найс. Гнилая плоть. Кстати, из нее я сейчас кожу сделаю и рюкзак. Так, сейчас я добуду немножечко чернита. И из него и булыжника скрафчу печечку. В ней я могу переплавить эту гнилую плоть. Я специально с собой также взял 17 ниток. Они мне понадобятся для того, чтобы скрафчить 4 блока шерсти. Далее я забираю переплавленную кожу. И из этой всей темы я могу скрафтить обычный, очень полезный рюкзак. В нем есть вот такое количество слотов. Кстати, блин, раньше здесь было больше. И я могу в него сложить всякий хлам, чтобы не носить его в инвентаре. О, смотрите, что я в сундуке нашел. Это карта бастиона? Епун. Так это я могу сейчас вообще на изи найти бастион. Прикольно, только... А, стоп. Что у меня с персонажем творится? Он тут туда смотрит, то сюда. И как мне найти? А, ну в принципе, да, можно по карте следить. Окей, класс. А, что это? Нет, только не говорите. О, господи. Это грипп. И грипп в нижнем мире. Я обожаю эту сборку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, здесь еще Блейзи спавнится, даже не в крепости. Блин, очень удобно. Блейзи спавнится. Опа-на. И походу я нашел того самого босса, который спавнится. И черт, он походу бежит на меня. Это какой-то странный вот такой золотой блок. Я к нему подошел, и написано, что это пик босс. И по-моему, их даже двое, что ли, заспавнились. Ну-ка, давайте я попробую его убить с помощью лука. Ядрить сколько же у него хп. Офигеть. А, черт. Он, он ко мне приближается. Стоп, он умеет ломать блоки. Нет, 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 он четыре сердца мне одним ударом снес. Ядрить его, ядрить, быстрее прятаться, прятаться. Ну-ка, что-то он там завис. Не, ну нафиг. Мне точно рано с ним драться. Офигеть, четыре сердца одним ударом. Он еще и блоки ломает. Надо, кстати, это все тут. Быстрее, быстрее. Опа-на, что это такое? Спавнер. Это, подождите, это я крепость нашел или это чисто спавнер? Ну-ка, ну-ка, мне прям интересно стало. Походу, да, это чисто спавнер, потому что здесь даже сундуки заспавнились. Вау, прикол. О, яйцо эфирного дракона. Ядрить. Так это как раз-таки первые драконы. Я даже не думал, что на вторую серию я найду первого дракона. Здесь же есть этот мод на драконы. Сколько раз я повторил слово дракона и ядрить его. Так, ладно, давайте убиваем пока этих эфритов. Я понафармил палочки. Жемчуг Эндера я все-таки решил, я буду выторговывать у жителей. И сколько пластинок нашел. Вау, как круто. Что? Это что такое? Это необычный эфрит. Это какой-то эфрит с щитами. И только не говорите, что я... Ааа, ааа, нет, нет. Сколько он стреляет своими фарбовыми. Подождите, я надеюсь, я его могу пробивать луком. Ой, ну я его могу отталкивать, это уже хорошо. Не, походу... Да, реально, от него отражаются стрелы. И мне его придется только мечом убивать. А, нет, стоп. Он, он, он открыл свои щиты. Именно в этот момент я должен в него стрелять. У меня что, стрелы закончились? Не, подожди. А, сейчас так есть. Дайте мне 6 палок, и я уйду отсюда. Еда закончилась. Золотое яблоко. Ох, 10 стержней эфрита. Все, наверное, я нафиг отсюда пойду. Но, естественно, прежде всего здесь нужно оставить метку. Вот сюда я ее поставлю. И напишу спавнер эфритов. Блин, только у меня закончилась еда. И я не знаю, как я до портала буду такое количество блоков добираться. Но у меня пришла в голову идея. Здесь спавнятся такие колонны из обсидиана. И я могу их добыть и просто построить новый портал. Но я турали и забыл взять с собой зажигалку. Можно попробовать поджечь портал с помощью поджигания досок рядом с этим порталом. Благодаря лаве. Но я знаю более быстрый вариант, как это можно сделать. С помощью наших любимых эфритов. Оп, все, портал поджегся. Отлично, спасибо, эфриты. И слава тебе, господи, я оттуда выбрался. О, я появился в заброшенной шахте, кстати. И на какой я высоте? На 35-й. Фух. Теперь осталось только отсюда выбраться без повреждений. Ох ты. Ну-ка, что тут? Жратва. А, алмазы. У-у-у, я еще алмаз нашел, прикол. Офигеть, а это что такое? Вы посмотрите, сколько алмазов. И как-то они странно заспавнились. В обычном Майнкрафте точно не такая генерация. Даже на новых версиях, по-моему. Ой, я их, конечно, все добуду. Офигеть. Еда. Да. Ю-ху, я выбрался. Только я в какой-то жопе. Где моя база? Ядрить его. Офигеть. О, еще одна деревня. Это покрасивше, кстати. А, это целый город? Вау. Блин, может потом сюда переехать? Офигеть, смотрите, какие классные дома. Ну-ка, что у нас тут? О, еще алмазы. Мне прям везет. И здесь гориллы. Поставлю-ка я тут метку, народ. О, да. Милый дом. Так, пошел. Гоблин-торговец прямо к моей базе пришел. Если он здесь останется, блин, на самом деле будет очень круто, потому что у него очень полезные трейды. Я даже закрою этого гоблина-торговца, поскольку я могу скрафтить поводок. Ну-ка, пойдем, гоблин. Вы мне тем более написали, что он не будет диспавниться. Ну и пусть тогда сидит тут. Также, пожалуйста, напишите, что делать мне с этим яйцом эфирного дракона, поскольку с этим модом я играю впервые. И я не знаю, ну вот я по нему тыкнул. Блин, я надеюсь, сейчас тут дракон не заспавнится и нафиг мне весь дом не разрушит. Но вроде бы ничего не происходит, просто яйцо стоит и всякие из него частички вылетают. А, стоп. Что? Оно превратилось в какое-то... Блин, у меня такое чувство, сейчас тут нафиг дракон заспавнится. А я его могу... А, я его могу убрать. Оно какое-то другое стало. Из-за призрачного дракона, оно же было какое-то другое. Короче, я его поставлю, пусть оно тут стоит, а вы напишите в комментариях. Теперь мне потребуется такой блок, как зельеварка, и я сейчас буду создавать алхимика жителя. Именно у него продаются жемчуги эндера. Вот, допустим, вот этот чел оружейник, точила я нафиг убираю. А, сейчас он побежит, он побежит, да? Он куда побежал? Ну-ка, еще раз, точила я убираю, он превращается в священника. К сожалению, не сразу будут доступны жемчуги эндера. Они только где-то на четвертой ступени. И поэтому до этого мне придется покупать либо редстоун, либо эмиральды за огневую плоть. Но гораздо выгоднее покупать редстоун, поскольку у меня нету огневой плоти. Поэтому мне сейчас снова придется нафармить изумрудиков. Да сколько можно на нас? Вы видели, как он на меня посмотрел? Я не смогу жить, как прежде. Ой, ладно. Вообще не стесняются, делают детей прямо на улице. И на моей базе, гады. Ты тоже приофигел, да? Ах, ах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, у меня есть стак изумрудов И теперь я просто подхожу к священнику И покупаю сначала у него редстоун Покупаю столько редстоуна, чтобы у жителя Торговля пришла на следующий уровень Вот, все, теперь мне нужно купить лазурита Также После лазурита у него открывается Светокамень И на четвертом уровне Как раз таки и появляется эндер Жемчуг, но к сожалению у меня сейчас Хватит только болей на 4 эндер жемчуга Еще нужно несколько изумрудов Но вместе с теми, которые у меня уже были А, у меня вообще их не было Кстати говоря, может получиться такое, что у лучника Выпадет третний с палками Но тогда просто нужно сломать стол лучника И заново его поставить Тогда он снова превратится в лучника И уже появятся необходимые нам палки И все, наконец-то необходимое количество я накопил Покупаю эндер жемчуги 13 штук мне сполна должно хватить Даже и 12 бы хватило, но я решил перестраховаться Теперь крафчу огненный порошок Око эндера Ну все, снаряжение у меня есть Стрелы я понакрафтил Кстати, у жителя купил еще такие огненные стрелы Которые поджигают противников Око эндера у меня имеется Хапчик блоки тоже есть И кстати, поскольку у меня есть 8 алмазов То давайте я, в принципе, могу сделать алмазный нагрудник Заменю его на железный И новое достижение даже получил Ну и все, запускаем первое око Бай-бай Ух ты ж, вау, нифига себе Смотрите, какое я место нашел Что за феверки? Вау, сколько здесь спавнеров ядрить Это спавнеры скелетов Только они как-то тупят И кто-то выбрасывает фейерверки Я что-то не пойму Блин Ооо, это же эти разбейники Разбейники Ааа Нет, только нет К ним приближаться совершенно нельзя Они очень много урона наносят Ааа, они бегут все на меня Теперь я понял, кто фейерверки выпускал Мне обязательно нужно здесь поставить метку Очень классное место Можно будет здесь какую-то автоферму замутить Сначала я убью этих гомодрилов Субтитры сделал DimaTorzok Вот это я тебе Ура, он начал возвращаться обратно Опаньки Да, все, крепость нашел И блин, сразу портал Офигеть Но мне, конечно, нужна библиотека Как я говорил То, что нужно добыть сразу книжки Чтобы потом сделать супер зачаровальный стол А вот по поводу Ока Эндера И их здесь нужно как раз таки 12 для активации портала Слава богу, что у меня только один уничтожился Не зря я скрафтил дополнительный О, а вот и библиотека Да, думаю, столько книжек мне точно хватит И также надо чекнуть сундуки Здесь фигня А верхний сундук Книга на эффективность И какой-то стрэдлджамп Ну ладно, заберу Ну и, наконец-то, активируем портал Повезло, повезло На острове с драконом Эндер Мир Особо не изменен, как я вижу Только вот здесь посередине Че, какая-то новая Нифига себе Или это текстуры изменены Или че-то, я не знаю Также появились какие-то новые Эндер Мены зачарованные Но я точно знаю, что Энд, где спавнятся Города Края Очень сильно преобразился И вы просто офигеете, когда его увидите Так, с креста вы разрушены Остался дракон И, и, да Дракон, подержи Что? Стоп! Что, с него выпали элитры? Ватафак! А почему с него выпали элитры? Это же немного читерно Я же должен найти их в этом, в городе Края Ну ладно, в принципе, я не против Пусть будут элитры Так, совопадь, где мой опыт-то? Побольше, мне, блин, походу он в огне сгорел Так, нужно яичко забрать Э, стоп, не понял Алло, что оно упало? Почему оно не телепало? А, это яйцо тоже из Драгон Маунса? Ой, а где оно? Блин, только не говорите, что я просрал это чертово яйцо Короче, город Края сегодня я вам не покажу Будет интрига на следующей серии А я отправляюсь в обычный мир Ох, моя любимая кроватка Мой любимый гоблин Кстати, как ты выбрался, говнюк? Да, яйца нигде я здесь не вижу Похоже, я его реально просрал Но зато у меня есть элитры Давайте попробуем на них полетать Ну-ка, скидыш и... Вау, вообще, кайф И я с легкостью Да сколько они могут размножаться? Они всю серию сегодня размножаются У меня уже, блин, такая деревня здоровая Становится столько маленьких тут паразитов бегает Ну ладно Ну а с вами был Ванчилов, всем пока! Ты на мой канал подпишись Ты забыл оформить подписку Ты оформи ее А также лайк и поставь